Девушки отдыхают Здравствуйте! В прямом эфире Азов.Инфо. В студии Евгения Середина. Сегодня в программе. Колокол из разрушенного в Чечне храма прибыл в Азов. Участок дороги по улице Азовской длиною в несколько шагов представляет серьезную опасность для пешеходов и водителей. Почему коммунальные службы не обращают внимания на проблему? Заседание антинаркотической комиссии города Азова. Колокол из разрушенного в Чечне храма прибыл в Азов. 11 лет назад бойцы ростовского ОМОНа по просьбе жителей казачьей станицы Осиновской Чеченской республики привезли набат в Донскую столицу. Боевики разрушили местный храм, были убиты несколько священников. Колокол пережил все ужасы войны. Жители Осиновской обратились с просьбой к солдатам сохранить его в надежде, что церковь когда-нибудь будет восстановлена. Дождаться этого события до сих пор не удалось. По предложению ОМОНовцев, ветераны Союза десантников нашего города и отец Александр согласились отреставрировать колокол и подарить ему вторую жизнь в полковом храме. Этот колокол, если видите, он лопнутый, потому что был пожар в храме, его полили. Мы его, так же, как и на человека лечат, мы его тоже вылечим, чтобы он имел свой звук, свой голос. И вот мы, видите, мы собрались сегодня из Союза десантников Азова, ребята, которые служили в Чечне. Это очень важно и для ребят, потому что, наверное, та связь, которая, частица, где они проходили службу, они найдут тоже в этом колоколе. Вокруг этого колокола, наверное, будем еще и объединяться. Подробнее о том, как колокол прибыл в Азов, вы узнаете завтра из очередного выпуска программы Азов.Инфо. Участок дороги по улице Азовской длиной в несколько шагов представляет серьезную опасность для пешеходов и водителей. Почему коммунальные службы не обращают внимания на проблему? Ответить на этот вопрос попыталась Ивана Голубева. В нашу редакцию обратились жители, проживающие в районе Красногоровки по улице Азовской, с вопросом, планирует ли администрация города ремонт их дороги. Ведь согласно планерным заседаниям жилищно-коммунальных хозяйств, неоднократно говорилось о капитальном ремонте дороги по улице Азовской. В этом году почему-то планы изменились, и планируется капитальный ремонт по улице Павлова от Комсомольской до Московской, и в Красногоровке от переулка Книжного до улицы Азовской. А про ремонт самой улицы ни слова. Но стоит отметить, что именно там ежедневно ходит общественный транспорт, и состоянием дороги недовольны не только жители, но и водители. Практически вся Азовская, она на ямах. Очень сложно перемещаться по ней. Ну вся грязь города туда стекается, мало вида чистят ее. Неудобно ездить, техника разбивается. Улица там есть, а дороги там нет. Это только название. Дорогу там надо делать полностью. Она вся разбита. Ехать там невозможно. А когда лужи там, грязь течет все снизу, еще хуже. Автобус может унести с дороги. Потому что там элементарно хотя бы щебня надо насыпать. Хотя бы щебня. Ну, а еще лучше заасфальтировать. Жители тоже все недовольны. Автобус трясет на таких кочках, как бы ты ни ехал. Даже с очень маленькой скоростью едешь, все равно его трясет. Мы обратились к директору «Чистый город» Борису Бочарова с вопросом, планируется ли в ближайшее время ремонт дороги по улице Азовской. Борис Николаевич пояснил, что по поручению мэра уже подготовлена смета, и с первого профицита, который будет в бюджете города, дорога будет покрыта щебенкой с последующим асфальтированием. Общая сумма минимальных затрат составит чуть больше 5 миллионов рублей. Но это без бордюров и ливневки. Хочется надеяться, что обещания чиновников муниципалитета когда-нибудь воплотятся в жизнь. Ивана Голубева, Александр Истомин, Азов.Инфо. В Азовской мэрии прошло заседание антинаркотической комиссии. Подробности в следующем репортаже. Сегодня в городской администрации состоялось первое в этом году заседание антинаркотической комиссии под председательством мэра Азова Сергея Бездольного, который в первую очередь сообщил о перестановке кадров в составе данной комиссии. В связи с произошедшими кадровыми изменениями в составе городской антинаркотической комиссии введены секретарь комиссии Мащенко Марина Анатольевна. Она назначена начальником отдела по делам молодежи. Члены комиссии Шевченко Елена Евгеньевна, начальника отдела культуры и искусства. Ващенко Александр Андреевич, исполняющий обязанности начальника отдела в городе Азове, программичного управления ФСБ по России, Ростовской области. Председатель комиссии подвел итоги 2012 года и перешел к задачам, которые предстоит решать в этом году. На чем необходимо нам сосредоточить работу в 2013 году? Кстати, мы с вами говорили по 2012 году, что надо более предметно позаниматься тем, что не выявлено. О результатах работы по снижению количества потребителей наркотических средств и их распространению доложил присутствующий начальник Азовского международного отдела управления госнаркоконтроля России по Ростовской области Иван Петренко. В 2013 году, в первый квартал, отделом было выявлено и задокументировано 34 факта незаконного оборота наркотиков. Сюда входят, конечно же, в первую очередь сбыты, сюда уходят притоны, сюда уходят контрабанды, незаконная легализация денежных средств. На сегодняшний день собрано уже за три месяца 14 материалов, касаемых притонов. Это в основном те лица, которые занимаются незаконным изготовлением и предоставлением своего жилья для употребления наркотиков. Особое внимание Азовский международный отдел управления госнаркоконтроля России по Ростовской области уделяет профилактической работе в учреждениях, имеющих в продаже препараты, содержащие наркотические вещества. Председатель антинаркотической комиссии Сергей Бездольный предложил проанализировать работу городских аптек. Люди, которые у вас сегодня являются свидетельской базой, понимают то, что идет вот такая борьба, что эти вопросы консолидировано решаются, будут идти более активно на помощь, поддержку, может быть, и линия доверия активнее заработает. На заседании был утвержден план работы электрских групп, проведение межведомственных рейдов в местах досуга молодежи. Цель подобных мероприятий – выявить несовершеннолетних, склонных к употреблению наркотиков и алкоголя. Также на совещании прозвучало сообщение о ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту». Валентина Сираж, Игорь Скуднов, Людмила Улихина, Азов.Инфо Еще одна не менее важная проблема была обозначена на заседании в администрации города. Речь шла о продаже алкогольной продукции. В городской администрации состояло заседание антиалкогольной рабочей группы под председательством ГНД, которая сообщила о проблемах, связанных с исполнением постановления Российской Федерации от 27 декабря 2012 года об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции. В этом постановлении даны все понятия и определения, что такое прилегающая территория, что такое схема границ и каким объектам это может быть применимо. В связи с большой заселенностью Азова очень трудно определить границы и прилегающие к организациям и объектам территории, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции. Определить места повышенной опасности мы в свое время, уже в 2010 году, передавали о том, что у нас три объекта повышенной опасности. Это вокзал, это автовокзал и порт. Поэтому с учетом того, что они несут на себе еще и антитеррористическую нагрузку, мы предоставляли такую информацию и стояли на том, что эти объекты должны быть так определены. Кроме того, в постановлении четко определены места, где продажа алкогольной продукции не допускается. Это детские, образовательные, медицинские организации, объекты спорта и военного назначения. В городе 101 такой объект. И чтобы заново перекроить карту Азова, необходимы время и большие затраты. Утвердить схему по градостроительному кодексу, это не просто утвердить, а еще и поставить на кадастровый учет. То есть определить границы, утвердить проект планировки и межевания. То есть мы сегодня уже пишем и звоним в колокола в область, что сегодня это понесет за собой большие финансовые потери и затраты. То есть сегодня в бюджете этих денег нет. Поэтому Департамент имущественных отношений прорабатывает различные варианты. Один из них – обособленную территорию на карте города обозначить пунктиром, а расстояние 20 метров от перечисленных мест до торговых точек. Тогда и торговля не сократится, и будут выполнены требуемые нормы. Сегодня для того, чтобы не запрещать никому, и чтобы сохранились наши предприятия, необходимо около 20 метров определить. На совещании рабочей группы много внимания было уделено вопросу пропаганды здорового образа жизни и профилактики распития алкогольной продукции. Необходимы рейды и лекторские группы. Они уже работают в городе, школах, колледжах и вузах. Но уследить за каждым невозможно. Как уследить за ними мы физически не сможем, что они будут приобретать. И это не факт, что они пойдут в тот магазин, в тот торговый центр, который раньше, они пойдут, вернее, который ближе, да, они пойдут в тот, который дальше, они и дальше будут идти, уследить за каждым ребенком невозможно. Проблем очень много, их все нужно решать. Рабочая группа продолжает работу. Валентина Сираж, Александр Истомин, Людмила Улихина, Азов.Инфо. Уважаемые азовчане, если вам известны случаи незаконной продажи алкогольной продукции несовершеннолетним, звоните нам в редакцию по телефону 6 15 54. Мы будем передавать всю информацию в антинаркотическую комиссию администрации города, которая намерена проводить проверки по каждому факту. 9 апреля в селе Круглое по улице Мира, 64, сгорел магазин общей площадью 72 квадратных метра. По предварительным данным, отдел надзорной деятельностью по Азовскому району возгорание было совершено умышленно. Провайдер Пульс Безлимитный Интернет заботится о своих абонентах. С сегодняшнего дня стартует серия репортажей советов о том, чего стоит избегать, путешествуя по всемирной паутине. Будьте бдительны, не дайте себя обмануть. Гадания на картах второй кофейной гущи давно вышли из моды. Современные провидицы расположились на просторах всемирной сети. Сколько раз пользователям интернета предлагали получить бесплатный гороскоп? Да и требуется для этого всего ничего сообщить свое имя, дату рождения, адрес электронной почты или мобильный телефон неизвестно кому. На первый взгляд ничего криминального. И все же давайте разберемся. Вас попросят отправить сообщение, которое, скорее всего, будет стоить кругленькую сумму. Возможно, в ответном СМС вам даже придет гороскоп. Не стоит быть уверенным в его правдилости. Кроме того, сообщать кому-либо свои персональные данные в интернете рискованно. В лучшем случае вы попадете в базы рассылки спам-сообщений. Сегодня я рассказала вам об одном из способов мошенничества в интернете, в бесплатных гороскопах. В следующий раз мы встретимся через две недели, и вы узнаете, чего еще следует избегать в сети. Евгения Симакова, Александр Стомин, Игорь Скуднов, Азов.Инфо. И это все новости на сегодня. Впереди прогноз погоды. Спонсор прогноза – магазин «Мебель для вас». Отличное качество, доступная цена. До свидания. Внимание! Приглашаем всех в новый магазин «Мебель для вас». Огромный ассортимент корпусной и мягкой мебели от лучших производителей. Наш адрес – улица Ленина, 77, торговый дом «Покупкин», рядом с детским домом. Ежедневно с 9 до 19 часов, без перерыва. «Мебель для вас». Отличное качество, доступная цена. 11 апреля пасмурная температура днем плюс 5-7 градусов, ночью плюс 9-11. Ветер восточный 2 метра в секунду. Влажность воздуха 93%. Уровень воды в реке Дон на 69 сантиметров выше нормы. Температура воды плюс 9 градусов. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Гомофон в норме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова